Всем привет! Меня зовут Андрей Бученко и сегодня вам покажу основные виды группировок и положений, в которых можно крутить сальто. Я покажу группировки на примере прыжков на батуте, но вы сможете применить их в прыжках на полу от стены с турника с высоты или в воду. Начнем с практичных вариантов, а потом покажу креативные. Итак, первый и классический вариант – группировка с захватом за голень. Если вы только осваиваете сальто вперед, делайте вместо классической группировки широкую, чтобы в случае недокрута не удариться лицом об колени. Широкая группировка – самый быстрый и эффективный способ группировки в сальто. Чтобы правильно сделать широкую группировку, возьмитесь за голени, разведите колени и выведите таз вперед. Именно выведение таза вперед – это одна из ключевых составляющих быстрой крутки. Группировка под колени или чемодан. Эффективно применяется в двойных сальто. Когда в первом сальто выполняем открытый или бланш, или сальто с винтом, а затем подхватываем группировку под колени и докручиваем второе сальто. Во время вращения из-за скорости сложно сделать группировку с захватом за голень, а вот под колени проще дотянуться и лучше держаться. Мне, кстати, привычно делать двойное боковое с такой группировкой. Складка. В этом типе группировки важно плотно прижиматься корпусом к ногам. Это достаточно креативная группировка. Выглядит стильно и доступно только тем, у кого классная растяжка. Поэтому растягивайтесь и выделяйтесь. Угол. Это положение очень схоже с предыдущим. При выполнении ноги должны быть ровными в коленях и вместе. Особо эффектно смотрится в двойных сальто. Рваная группировка. Имеет смысл только начиная с двойного сальто. Эта группировка за счет постепенного выпрямления тела подходит как подготовительное упражнение для выполнения двойного бланша. А за счет более ровного положения тела и свободных рук подходит для отработки винта во втором сальто при изучении двойных сальто. Сальто с прогибом или открытое сальто. Часто ошибочно называют бланшом. Это положение смотрится достаточно эффектно. Как правило, умея выполнять это положение, можно начинать учиться делать сальто с винтом. В бланше важно стараться держать тело максимально ровным. С этим положением есть много комбинаций. А теперь перейдем к более креативным вариантам. Мне кажется, что они максимально передают дух уличного стиля. Икс-аут. Достаточно простое, но эффектное положение. Разножка. Это один из моих самых любимых вариантов сальто. Мне нравится ощущение тела в полете и то, как выглядит элемент со стороны. Шаги. Этот вид сальто похож на разножку, но отличается тем, что нет зависания. Этот вариант еще называют лунной походкой. Дабл-лег. В этой группировке две ноги ровные в коленях и вместе. А угол между ногами и корпусом ориентировочно 90 градусов. Раньше это положение применяли в основном в боковом сальто. Но сейчас делают во многих трюках. Диамант или Спайдермен. Группировка, которая стала популярной совсем недавно, но уже многим она полюбилась. Группировка Nike за одну ногу крутая группировка для продвинутых. Для новичков не рекомендую ее пробовать, так как если сальто нестабильное, вы можете заучить его криво. Родео это группировка, для которой нужен продвинутый уровень гибкости и хорошая подготовка. Затяг. Чтобы его выполнить, нужно зависнуть и остановить вращение. При этом голову оставить неподвижной. А затем возобновить вращение. Этот вариант подойдет для продвинутого уровня подготовки, так как новички после хорошего затяга могут не продолжить вращение. Напишите в комментариях, какой вариант группировки и положения вам нравится больше всего. Возможно, какие-то варианты группировок и положений у вас не получится. Так бывает из-за того, что не хватает гибкости или силы. Но это можно исправить, тренируясь по моей программе тренировок онлайн Art of Body Control. Пишите в комментариях, хочу тренироваться и я расскажу вам, как присоединиться к тренировкам. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, в котором я расскажу, как правильно прыгать на батуте на спину.